Рима Островская. Довольно трудная штука. Ее доказательство состоит из двух чисел. Одна часть полегче, другая часть посложнее. Мы можем рассмотреть нашу функцию f на множестве всех натуральных чисел. Дальше есть два случая. Первый случай, что от всех натуральных чисел функция f не превосходит единицы. Второй случай. Есть натуральное число, такое, что f от этого числа больше единицы. Давайте я аккуратно эти две ситуации выбишу, и мы их отдельно разберем. Итак, на первом случае. Для любого натурального числа n f от n не больше единицы. Второй случай. Существует такое направленное число n, что f от n строго больше единицы. господа, вот это и называется не Архимедово Метрика, и Архимедово Метрика. Архимедово Метрика, еще очень великий греческий математик, наверняка ничего не слышал о поэтических числах, поскольку поэтические числа не так уж давно были придуманы. Но тем не менее, тем не менее, почему-то это названо в его честь. Интересно, кто-нибудь из вас знает, почему? На самом деле есть глубокий смысл в том, что первого типа метрики называются не Архимедово, а метрики второго типа называются Архимедово. А которых он знал, а которых не знал? Нет. Нет, слишком. Тогда очень многое будет Николина. Это огромное количество вещей на свете будет Николина. Да, и не Сашина тоже. Понимаешь, нет, по этому принципу, что все, о чем Архимед не знал. Нет, есть какая-то штука, которую Архимед знал, и которая здесь очень подел. Допро, знаете вы ее или нет. Скажите, пожалуйста, аксиома Архимеда. В геометрии что уносит? Существует натуральное число с нормой, превосходящей любое наперед заданное. Ну, конечно, про натуральное число не надо говорить, и про норму там не надо говорить. А надо говорить так, если нам даны два отрезка, то повторив некоторое количество раз более короткие, вот оно, все Архимед. Если есть отрезок и другой отрезок, то повторив некоторое количество раз короткие, мы что сделаем? Покроем большой. То есть, как она звучит в геометрии? Если есть две длины, а и в, то существует такое натуральное число n, что n умноженное на а больше b. Помните? Понятно, зачем это все нужно? Она нужна для того, чтобы не было, что называется, бесконечно маленьких отрезочков. То есть, таких отрезочков, что сколько к таким отрезкам не ходи, все равно не пройдешь некоторые отрезки. Аксиома Архимеда – это, в некотором смысле, аксиома исчерпления. Ты идешь маленьким отрезком, и все равно когда-нибудь большой отрезок преодолеешь. Понятно? Вот ее Архимед знал. Он ее использовал. Кстати, а где он ее использовал? Вообще, одно из величайших артематических открытий Архимеда в чем состояло? Он научился считать некоторые интегралы. Архимед узнал с довольно большой точностью, чем она площадь круга, то есть число пи вычислил. 22 секунды лет – это приближение архимеда числа пи. Архимед узнал объем шара, площадь поверхности шара. Он решал задачи, которые сейчас решаются в курсе интегрального вычисления. И там для этих задач ему приходилось брать маленькие-маленькие-маленькие все эти площадочки, переходить к пределам и так далее. И вот там-то ему и нужна была эта самая, по всему, Архимед. Отмечательно. Итак, рассматриваем первый случай не Архимедов, когда от всех правых чисел норма не больше единицы. Оказывается, обязательно это поэтический случай. Так, господа, первое. Все понимают, что любое рациональное число – это частное двух целых чисел. Отлично. Смотрите, вам дали рациональное число какое-то. Вот вам будет числитель и знаменатель. Чтобы вычислить f от него, на самом деле нужно f от а разделить на f от b. Это совсем понятно, почему? Потому что у нас есть аксиома про произведение, но вот это разинство можно же прямо так и записать. f от а разделить на b умножить на f от b – это и есть f от а. Поэтому с точки зрения, это аксиома про произведения. Замечательно, на самом деле, чтобы вычислить фунтусу f, достаточно ее вычислить от натуральных чисел. Ну, потому что f от минус единицы будет… Кстати, а почему f от минус единицы? Это то же самое, что и единица. А потому что, когда вы берете f от минус единицы, умножаете на f от минус единицы, то это будет f от минус 1 на минус 1, это будет 1. А это единица. А какое число неотвязательно в квадрате равно единице? Ну, просто только единица. Отлично. Значит, от знака, и все тоже не зависит. Все зависит только от натуральных чисел. Отлично. А все помнят, что натуральные числа можно разложить на простые множители? Отлично. И много раз опять применить эту штуку по произведению. Получится, что на самом деле, чтобы вычислить функцию f для всех натуральных числах, достаточно ее знать на каких числах. Если любое число есть, произведение есть на каких-то простых. На простых. Отлично. И вот дальше, смотрите, что будет, если на всех простых числах функция f равна единице? Она везде равна единице. Надо будет везде равна единице, ну, кроме нуля. Да, кроме, да, кроме... Но это мы запретили. Существует число, которое не нулякое, в котором f от x не единице. А если так, то значит, существует простое число, f от которого не равно единице. Понятно? Ну, раз оно не больше единицы, не равно единице, значит, оно меньше единицы. Отлично. Вижу. Существует простое число, обладающее следующим свойством. f простое, и f от p меньше единицы. Отлично. Либо оно единственное, либо таких простых чисел 2 или больше. Господа, все понимают, что если оно единственное, то это фактически и есть политическое множество. Значит, что получается? На всех остальных простых числах он все равно единицы. Значит, когда он дает любое нормальное число, то вы должны фактически посмотреть, в какой степени входит там простой число b. А это в точности поэдинической метрии. Правильно? То есть, никакой случай остался неприятным. Если вдруг есть другое число, для которого тоже меньше единицы, ху тоже простой, и при этом b не равно. Вот очень интересно, сумеете привести к противоречию эту ситуацию. На самом деле, такого не бывает. Вот я специально не стираю определение функции f, а все вот такие. Да? Вот. Ну и теперь наша задача. Пусть есть какие-то два простых числа, b не простые, разные числа. И так получилось, что f от b меньше единицы, и f от b тоже меньше единицы. Вот очень интересная работа. Почему такого не бывает? Я напомню, у нас f от любого правильного числа не больше единицы. Мы сейчас рассматриваем такой первый случай, неохимедово отметли. Возьмем число 1 делить на q в степени n, функция от него будет очень-очень маленькая. Наоборот, от q в степени n она будет очень-очень маленькая. Да. Если мы возьмем от p в степени n, она тоже будет очень маленькая. Вот хорошо. А когда мы возьмем функцию от p в степени n плюс q в степени n, то она будет единицей, возвращаясь к rock'е единичкой на нс. может она им будет зависеть на кониках? ну а может она тоже будет не единица? может таких будет много? ну хорошо, мы можем взять все эти простые численности и их сложить и у нас получится что единица, меньше и равно чем очень-очень маленькие числа вы почти правы, но дело в том, что если просто берешь степень простого числа получаешь какое-то непонятное число а вдруг для него и правда функция будет очень маленькая? ну что там надо? на нашем случае надо, что это делать она будет сколько-то будет давай, ну и что тогда торжества можно узнать не понимаю, почему бы функция m не будет сколько-то маленькой? для разных чисель вы же выберете какие-то большие степени простых чисел и складываете вы при этом будете получать какие-то разные нормальные числа ну почему бы функции m не быть такой маленькой для которых так больших нормальных чисел ну они же эти вторые не будут делиться interactivité мне бдить, а не working Вы такие интересные числа строите, которые в функциях очень маленькая. Почему нет? Нет, все легче. Почему я люблю рассказывать такие длинные теоремы? Потому что, когда изучаете такого типа тяжелого и длинного теорема, то по ходу дела вы вспоминаете стандартные простые вещи. И становится понятно, что эти простые стандартные вещи, что называется, разумным образом устроены. Вот сейчас вам всем не хватает памяти о материале восьмого класса. Очень не хватает. Осталось помнить, как эта теория назвалась, и вот, что называется, все получится. Сейчас в Москве ты же поскочишь, у нас комичное количество. Почему? Кто его знает? Кто же его знает? Вопрос. А кто не менее известный английский математик, чем Архимед? Пифагор. Герат. Кто? Герат. Герат. Герат? Герат – это хорошо, с мышцами. Гератод. Ну, Гератод – это тоже хорошо. Восьмой классе – Пифагор был такой, еще он. Аристотель, конечно. Аристотель – это философ. Евклид, конечно. Ребята, вы не так много теоремы знаете про арифметику. Одна из немногих теорем, которые реально учат в 8 классе – это алгоритм кого? Евклид. И, кстати, не учат. Где учат, где не учат – должны учат. Потому что делимость – наибольший общекратный, наибольший общекратный. У тебя? Наибольший общекратный. В шестом начинают, в восьмом – по-настоящему. В восьмом классе люди должны знать. Не, ну хорошо, еще раз. Не будем о школе. Не будем о школе. Еще раз. Не будем о грустном. Давайте о веселом. Алгоритм Евклида в любом случае существует. Учит его в школе, не учит, но все равно есть. Что он гласит? Правильно, нахождение наибольшего общего делителя. И там была теорема. Для любых двух взаимно простых чисел… Что для любых двух взаимно простых чисел? Существуют такие А и В, что АП плюс… Что-что? Существуют такие А и В, что АП плюс БК равно единица. Замечательно. Давайте я это запишу. Понимаете, что не все присутствующие действительно эту лему знают, но это очень важная тема. Итак, лему Маркин Евклида. Если наибольший общий делитель чисел А и В равен единице, то существуют такие целые числа Ах минус Бу равно… Если мы берем уравнение, у которого коэффициент взаимно простые числа, то уравнение Ах минус Бу будет иметь решение. Ах минус Бу равно единица. Во-первых, давайте поймем… Ну, потому что народ в основном не реагировал, поэтому давайте поймем, почему это так. Почему это лему верно. Как только мы поймем, почему это так, попытаемся применить это удовольствие для доказательства теорема Струбсона. Кто пойдет доказывать лему Маркин Евклида? Ну, в смысле? Просто локарит. А и В – взаимно простые числа. Надо доказать, что уравнение Ах минус Бу равно единице имеет решение в целых числах х и В. Хорошо. На два числа А и В как можно посчитать наибольший общий делитель? Да. Ну, пусть А больше В. Тогда из А можно выучить В несколько раз. Так, чтобы А… Не обязательно, это достаточно один. Пиши, равно нод А минус Б, В. Очевидно, что наибольший общий делитель не изменится при такой операции. Ну, потому что множество общих делителей чисел А и В совпадает с множеством общих делителей чисел А минус Б и В. Почему? Если А на что-то делится и В на что-то делится, то А минус Б на это делится. И наоборот, если А минус Б на что-то делится и В на что-то делится, то А – это сумма чисел А минус Б и В тоже на это делится. Замечательно. А если два множества совпадают, то и наибольшие элементы в них тоже совпадают. Понятно. Вот это равенство я понял. Кстати, ребята, это главная штука при изучении наибольшего общего делителя. То есть, когда вы из одного числа вы читаете другое, то вот такое равенство. Наибольший общий делитель А и В совпадает с наибольшим общим делителем чисел А минус Б и В. Отлично. И что дальше? Будет я прочитать В из А пока не получится некоторое число, которое будет меньше, чем В. Да. После этого, наоборот, из В будем это вычитать. То, что получилось, да. Замечательно, что каждый раз будет выражаться ленина через А. Правильно. Вот принципиально важно. Во время этой работы все числа, которые будут получаться, это числа вида сколько-то А и сколько-то Б. Ну, может быть, с плюсом, может быть, с минусом. Но, в любом случае, вид Ах минус Бу, где Х и У целые числа. Правильно. Если А и В, то в конце концов, мы получим число 1. Единицы с чем? А значит, получится вот та самая лемма. Правильно? Нет. Кто-нибудь понял? Или нет? Так, хорошо, что не понял. А вы поняли? Нет, да? Или да? Понятно. Не поняли. Коля, тебя почти никто не понял. Надо реально взять пример. Пиши. НОТ 1017. РАВНО. Если вы это с сегодняшнего дня поймете, то, что называется, не зря приходили. НОТ 1017. Потому что алгоритм Эхлида – это штука в высшей степени важная. НОТ 1017. Верно. Сейчас он объяснит, почему. Да, давай пишем. РАВНО. РАВНО. ЧЕГО? ЧЕГО? ЧЕГО тебе РАВНО? Перестань. Зачем мне надо перестань? Пиши. НОТ 7.3. Ты же не компьютер. НОТ 7.3. ЧЕГО тебе надо два раза включить? Нет, потому что получили. НОТ 4.3 и то же самое НОТ 1.3. РАВНО 1. Отлично. Это все правда. А теперь надо понять, как все участвующие в этой процедуре числа выражаются через 17 и 10. Пишем 7 равно 17 минус 10. 17 минус 10 – это 7. Отлично. Какое там еще? 3. 10 минус 7. Пишем. 3 равно 10 минус 7. Но нам надо через 17 и 10. То есть 2 плюс 10, если я подставлю 7, это 20 минус 17. Пишем. 2 умножить на 10 минус 17. Мы дошли уже до числа 3. 2 умножить на 10 минус 17. Отлично. А дальше что? Следующий 4. Да. Ага. Но как мы получали 4? 3 – это 7 минус 3. Да. 7 – это 17 минус 10. Пишем. 17 минус 10 – это 7. И вот теперь… Это что такое будет? 17 плюс 17 минус 3 раза 10. 2 раз 17 минус 3 раза 10. Отлично. А теперь надо понять, что такое единица. Надо понять, что единица – это 4 минус 3. Замечательно. А что такое? Да. У него будет ювелирная работа. Ювелирная работа. 4 – это дважды 17 минус 3 раза 10. А 3 – это дважды 10 минус 17. Ребята, разумеется, меня сейчас числа не очень интересуют. Важно, что так будет для любых взаимно простых чисел. Результат. Трижды 17 минус 5 умножить на 10. Это сколько? 1. Это 1. Трижды 17 – это 51. Все. То есть, для чисел 17 и 10 мы нашли 3 умножить на 17 минус 5 умножить на 10 равно 1. Все поняли? И теперь для любых А и В, понимаете, что процедура ровно такая. Для любых взаимно простых. Отлично. Вот это очень важная лемма. В качестве А и В берем простые числа. В качестве А и В берем П и В. Получается, П икс. Ну, давайте я напишу плюс у В. Неважно, если какие-то целые числа. Вот. Это единица. Отлично. Теперь пишем, что f от единицы не больше, чем f от П икс плюс f от Q икс. Это равно f от P умножить на f от x плюс f от Q умножить на f от икс. Но у нас рассматривается сейчас первый случай, когда для любого n f от n не больше единицы. Значит, для любого целого числа f не больше единицы, это не больше, чем f от P плюс f от Q. Ребята, у нас ничего не получилось сегодня. У нас здесь единица, f от P меньше единицы, f от Q меньше единицы. Но в сумме-то они могут дать больше? Но они же простые. А что да? Они могут в сумме дать больше? Да. Но мы можем взять очень-очень маленькие. Ну, то есть p степени m, q степени. Неправильно. Надо было сначала сказать, что если f от P меньше единицы, то для какого-то натурального числа n, f от P в степени n будет меньше 1 в 2. И здесь тоже самое. Взять такое число, чтобы f от Q в степени m, где m тоже какого-то, возможно, кстати, m равно n, это не важно. Тоже было поменьше 1 в 2. И дальше надо было взять и P, а P в степени n и Q в степени m. Я здесь действительно это подправлю. И вот тогда это было тоже правильно. Здесь P в степени n, здесь Q в степени m. Смотрите, что происходит. Здесь эти n и m появились. Вот здесь вот появилось n, здесь появилось m. И это уже меньше, чем 1 в 2. Идея такая. При стремлении n в бесконечности, f от P в степени n стремится к нулю. Ну, потому что, когда маленько, что меньше единицы возводите в степень, то оно все время уменьшается и стремится к 0 d. Кстати, интересно, есть присутствующие. Многие ли это умеют доказывать? То есть я не пишу в виде отдельной лему, потому что шутка, 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 а вдруг вы на самом деле это не умеете. Лему, если число θ больше нуля и меньше единицы, то θ в степени n стремится к нулю, когда n стремится к бесконечности. Сначала я сказал, что то-то в степени n у нас строго больше, чем то-то в степени n плюс 1. Да. Это убывающая последовательность, да. Да. Ну, знаешь, что она... А, ну да. Вы хотите сказать, что там убывающая ограниченная, значит, она стремится к какому-то пределу. А этот предел удовлетворяет сравнению, это x равно x. Ну, верно. Можно ли говорить? Смотрите. Вместо того, чтобы доказывать, что вот это стремится к нулю, на самом деле проще доказать, что одна θ в степени n стремится к плюс бесконечности. Ведь если у вас степень стремится к бесконечности, то обратная стремится к нулю. Замечательно. А что такое число? Единица делить на θ. Единица делить на θ это на самом деле число, которое больше одного. Замечательно. А что значит число больше одного? Это значит, что можно записать единицу делить на θ в виде 1 плюс n, где это больше нуля. Замечательно. А теперь помните ли вы неравенство Бергольев? Если возводишь единицу плюс любое положительное число в n плюс, то это будет больше или равно, чем 1 плюс n это. Ну просто по видному, когда раскладываешь, то если оставлять первые члены, то он будет до этого. Вот. Замечательно. Мы полностью озабрали первый случай в церемонии русского, когда все правильные числа такие, что функция f из них не больше не имеется. Выяснилось, что это только по эти числению. Второй случай на плугой деятельности. Есть такое число, что fn больше единицы. fd больше единицы. Есть. Есть.